Добрый вечер. Или нет еще? Добрый ли у нас вечер, дядя Дима? Да, мы уже в эфире. Вот, отлично. Добрый вечер, воображаемые слушатели. С вами второй выпуск регулярной передачи Ки Панда Кава, которую мы пытаемся... регулярного стрима, стрима, это уже называется стрим, регулярного стрима Ки Панда Кава, который ведут здесь дядя Дима Зубов и я, то есть Кирюша. У нас наконец-то начался второй эпизод. После первого мы получили оглушительное 28 просмотров и что-то около 6 лайков, и мы поняли, что это судьба, что надо начинать. Надо начинать и продолжать, и углублять, и усугублять. Да, да, к вопросу еще, кстати, вот о лайках, а то ведь мы забудем. А уважаемый Фарид, не помню какого фамилия, подозреваю, что это Фара 86, но не уверен. Значит, спросил нас, можно ли задавать вопросы к грядущему стриму. Конечно, можно. Конечно, можно. И Фарид, упреждая даже мой ответ, сказал, что два вопроса у него уже есть. Мы еще в эфире? Что-то у меня звук попал. Да, мы в эфире. Вот, значит, два вопроса у него уже есть, и я с удовольствием отвечаю на второй вопрос. Второй вопрос был, какие мы релизы с дядей Димой особенно ценим в 2022 году. В 2022 году я лично никаких релизов оценить еще не успел. Мы были слишком заняты политической обстановкой в стране и вокруг, и совершенно не дошли у нас руки, уважаемый Фарид. А дядя Дима, вы там... У меня тоже руки не дошли, но тут, честно говоря, для меня вообще характерно не следить за новинками. То есть я как-то все так по старинкам, в основном по переизданиям. Слушать музыку, когда она уже проверена временем, это называется, да? Да, когда уже вышли делюкс-издания с бонусами, ремиксами, каверами. Поскольку если вышло 6-дисковое переиздание, то, скорее всего, альбом имеет смысл послушать хотя бы раз. Без этого 6-дисковое переиздание не выходит. А если нет, то... Я все-таки, может быть, немножко по-другому расскажу. Вот у меня вот до сих пор лежат диски, скажем, где-то года 2015-го, до сих пор еще не открытые. То есть я так морально готовлюсь. Понятно. Нет, я так не умею, конечно. Я покупаю диски и сразу начинаю слушать их в машине. И зачастую за пределы машины они больше не выходят. Ну или выходят один раз. И навсегда. Да. И второй, то есть на самом деле первый вопрос уважаемого Фарида состоял в том, слушали ли мы синглы к новому, грядущему послезавтра альбому, сольнику Оззи Озборна. Слушали ли вы, дядя Дима, как там у вас с Оззи Озборном? Я слышал, но не очень внимательно. Точнее, я слышал две песни, два сингла с Джеффом Бэком и Томми Айоми. С Томми Айоми мне понравилось больше, но пока еще я не расслушал. Вот, я в свою очередь скажу, что вот слушал я два сингла. А, не, не два. После вопроса Фарида я послушал и третий. И, значит, сперва я послушал Patient No. 9, который с Джеффом Бэком. И, честно говоря, он мне не показался. Какой-то он, по-моему, проходной. Но это первый и заглавный, но я не вижу в нем ни первости, ни особенной заглавности. Но, тем не менее, значит. Потом я послушал тот, который с Сайоми. Как он назывался, господи, я уже забыл. Как же он назывался-то, блин. Ну, а, Деградейшн Рулз он назывался. Деградейшн Рулз показался мне еще меньше. Я подумал, что вообще какая-то вялая штука. И непонятно вообще, зачем это было выводить в качестве сингла. Неужели ничего лучше не нашлось? И я уже вообще был готов ответить в том смысле, что Оззи немножко недостаточно хорош. Но по просьбе Фарида послушал я третий сингл. Послушал я его сегодня. Это с Заком Уайлдом. И называется он Nothing Feels Right. И вот Nothing Feels Right – это отличная, такая классическая Оззина-баллада. Такая хорошая, такая мягкая, такая приятная. Со всеми его фирменными штучками. Все как надо. Вот, отличная. То есть, если все будет как третий сингл, то все хорошо. А если как первые два, то, по-моему, ну, надо еще слушать. Наверное, надо еще слушать. Вот так примерно могу я ответить на ваш вопрос. Но ставить ее мы не будем. Потому что у нас на самом деле план. И мы вообще хотели сегодня уложиться в час. Посмотрим, как нам это удастся. Ну, я, честно, подозреваю наши планы в ней реалистичности. Но мы будем пытаться. Итак, наша программа, как всегда, посвящена каверам. И первым каверам у нас всегда... Да, по традиции. Я просил бы пользователей, которые вот еще слушать наших слушателей, писать комментарии, особенно по уровню звука. Воображаемых, да. Очень говорят, что на прошлом стриме дяде Диму было слышно слишком хорошо, а мне недостаточно хорошо. Я думаю, это надо чинить вообще. Мы приняли меры. То есть я свой микрофон сделал потише. Значит, соответственно, у Кирюши микрофон вообще другой. Да, да. Поэтому, пожалуйста, пишите. Мы, вот находясь в роли ведущих, не можем оценить, как звук действительно должен получать. Тут, к сожалению, визуально это очень тяжело. Нужны годы, годы, видимо, тренировок, либо особый талант, который мы, к сожалению, не обладаем. Но мы начали. Вот у меня есть какая-то штучка вот здесь, которую я иногда верчу, но смысла этого верчения не понимаю. По-моему, на звук никак не влияет. Ну, и ладно, нам пишут, что звук более-менее нормальный. Хорошо. Спасибо, воображаемый слушатель. Мы очень рады, правда, честное слово. Дед Дима? Да. Сегодняшний, как бы сказать, стрим не сам по себе, как мы уже говорили. Он в некоторой череде, в последовательности разнообразных стримов. И поэтому мы должны каким-то образом учесть то, что было раньше. В предыдущем, в предыдущей серии я поставил стрим, я поставил композицию Санни в исполнении Манфредом группы Манфредомана. И Кирюша совершенно правильно сказал, что это все очень хорошо. Но все, как бы сказать, знают композицию Санни, но никто не знает, как звучит она в оригинале. Я подумал, действительно. А ведь действительно. И решил изучить этот вопрос. И изучил вопрос, я выяснил, что... А очень трудно сказать, а кто что был оригиналом. Поскольку сингл Бобби, соответственно, Бобби Хэба, он вышел не первым, не вторым, и даже по некоторым источникам, и не третьим. По разным источникам он либо вышел третьим, либо четвертым синглом с этой песней. Более того, Бобби Хэб записал две кардинально разных версии. Еще более... А одну из которых можно считать кавером на другую? Тут это сложный вопрос. И самое интересное, другое. А на концертах он исполнял все совершенно другое, абсолютно не похоже на то, что писано на сингле. Версии Бонием. Ну, мне кажется, сложно Бонием приблизиться, ввиду там, скажем, всех вокальных данных. Но я подумал, а почему бы нам не считать, что наиболее такая близкая, такая пасконная вещь, та, которую Бобби Хэб исполняет сам по себе. То есть без всех тех продюсеров, без всех тех там аранжировок, оркестров, там, подтанцовки и все прочее. Дома на кухне. Да. Ну, а если друг кухня, оказывается, что она на телевидении и случайно есть оператор, который снимает, то разве что мешает? О, как. Да. Вот так. Бобби Хэб без ансамбля. Бобби Хэб без ансамбля. Вот я сам лично не помню, но мне говорят, мне рассказывали старшие товарищи, что было на советском радио передачу, напишите на ваши магнитофоны. И там специальный человек, по-видимому, Виктор Татарский, я могу сейчас ошибиться, потому что я сам, честно, лично не помню этого времени, он каждый... Ну, точнее, откуда я знаю, точно. Потому что, когда Бетловский час, Бетловская ночь, точнее, была еще с Валерой Мищенко, он часто его вспоминал. И вспоминал, каким образом он, там сказать, он был таким сочным, низким голосом, и он говорил, песня лета дби, уважаемые радиослушатели, песня исполняется полностью. Так, ну, в общем, я как мог изобразил. Ну, сейчас давайте попробуем. Значит, у нас будет небольшие технические сложности, но мы сейчас их удачным, мы их победим. А у нас будет видеоряд. Видеоряд, по крайней мере, будет для Кирюши, а для зрителей, в случае чего, потом мы в клеем. И основные зрители, я понял, да? Отлично. Отлично. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok 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 такие да здорово мне кажется вполне себе в духе там брауна или там кого там еще совершенно не похоже на соответственно сани кто который как-то так-то как мы ее знаем да это уж точно это уж точно похожего похожего мало но здорово здорово акустическая версия а акустический кавер у нас сегодня значит уже был я со своей страны хотел поставить совершенно не акустические каверы такой даже а ну собственно о чем хотелось поговорить о том что многие каверы не принято уже даже называть каверами существует такое понятие как стандарт вот почему-то рок-н-ролльные вещи рок-н-ролльные стандарты обычно говорят это кавер там на литва ричарда например да а вот то что было раньше сороковые где-нибудь годы почему-то обычно говорят это стандарт и я со своей стороны хочу поставить такой не совсем кавер а стандарт который изначально был написан боже мой дюком эллингтоном назвал эту композицию never know lemon и я подозреваю подозреваю то я не знаю ламонт это имя наверное да я не знаю вот но вообще ламонт это еще жалоба что-то такое да вообще дало что жалоба потому что то смысле она употребляется в классическом музыке и вот у этих самых и частности у king crimson например ну да но это вообще итальянское слово в музыку как как и все слова в музыке она пришла из итальянского языка видимо то там и осталось да так вот этот но он never know lemon был записан другом эллингтоном в сороковом году естественно без слов и два года значит она существовала но через два года никто попросил что слова для этой композиции нужны и он написал слова и с этого момента это уже не композиция а песня и называется на том гидро раун мать и нему и дом гидро раун мать и нему стало газовым стандартом и мы знаем какие-то безумные количество исполнений но поскольку мы не совсем джазовая программа до мы скорее скажем о том что этим у меня очень шумно в наушниках куда белый шум это полагается так вот так нету вот и когда это перестало быть джазовым стандартом то есть когда это перепели уже и рокеры в роковой версии ну все мы знаем исполнение пола маккартни я думаю как у которого это был на бисайде once upon a long ago и на русском альбоме но я поставлю поставил бы в другом который мне тем не менее очень нравится по-своему в исполнении группы чикаго готов готов слушать гидро раун мать и нему Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Oh, darling, I guess my mind's more at ease But nevertheless, I stir up memories It's been invited on some days Might have gone for It's not a difference without you, baby Don't get around much anymore Not too much What's a difference without you? Don't get around much anymore What's a difference without you? Don't get around much anymore Don't get around much anymore кавер я подбирал я думал что ну ну я вообще неплохо отношусь к чикаго не очень хорошо не очень плохо хорошая группа и в свое время они говорили той концепция это рок плюс бас и это действительно рок действительно брас то есть я тут не могу не сказать что флейта флейта который играет яд ян делом и о господи андерсон даже если она сделана из серебра меди бронзы все равно относится к деревянным духами да 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 конечно играет соответственно чикаго это брас хотя бы даже она и сделаны ли не было сделано из дерева но я сомневаюсь что они сделали свои там саксофон из дерева хотя конечно да бывают бывают случаи но в данном случае я хотел сказать что композиция выдержана строго в группе в духе группы чикаго и когда я искал каверой у меня первая мысль была отличная дядя володя не пропустит поскольку мы теперь сами дядя володя да да мы теперь определенно сами с усами и значит просто на на втором же стриме мы растоптали память нашего великого учителя я бы сказал ну не знаю по моему очень хороший кавер по моему очень сочный как вам вообще весь вообще вещь очень хорошая я очень люблю и в исполнении пола маккартни и по моему в исполнении пола маккартни это вообще лучшие вещи на вот русском альбоме зовем вот так я думаю youtube забанят но у них там много соревнующиеся за лучшие вещь но это тоже очень хорошо безусловно это безусловно в первом ой у нее еще было хоть хорошее исполнение где-то еще на ком как основного исполнял ее вы знаете миллион у них вообще то есть хорошее да то есть я хотя большим удивлением нашу дюк эллингтон то есть я его слышал но я как-то я не отдавался отчет этого вот есть даже вариант когда он целый фиджеральд но уже как-то уже совсем поздние годы может быть даже уже я не знаю 60 70 может быть даже вместе они поют и элла фиджеральд уже такая не юная вот нет много прекрасных прекрасных исполнений песни бессмертная считать это коверам оставляем на моей совести вот я посчитал что все-таки камер да нам пишут нам пишут в честь александр савельев про я не саша дядя саша я страшно рад я звал вас дядя саша на этот стрим но вы не пришли вот теперь смотрите куста уважительно по уважительной причине вероятно не бывают уважительных причин вот он нам пишут что я все равно громче я себя еще на два деления потише сделал это вы следите следите за этим пожалуйста да да и он пишет что хороший рифмой хекс они будет summer time summer time мобили с чего-то summer time били стюарта видимо поставит когда-нибудь дядя саша в качестве рифмы на нашем стриме очередном потому что во первых мы его ждем а во вторых били кто били стюарт били стюарт я знаю эрика стюарта и знаю били били я знаю много вот я я думаю надо поразмыслить об этом пусть здесь саша думает он он молодец в этом смысле хорошо вот ваша ваш ход в процессе моих изысканий по поводу исполнений песни сани я не обнаружил в википедии правды верши скорее всего не англоязычной что сани входит в топ-100 в список устал лучших песен 20 20 века на 25 позицию ну принципе почему бы нет на самом деле ну почему бы нет да и решил посмотреть что это список посмотрел интересно что на 24 до что нет мне интереснее что был на 1 на первой позиции я с огромным удивлением обнаружил композицию авторство барри мана так эхо из предыдущей передачи нас догоняет да а именно композиция его силовинг филинг а я понял что это за топ это топ не лучших композиция самых исполняемых это это бариман на про которого и тупо не подумал что тон да про гофин а я подумал а про барьер маны бы не подумал а а это еще того периода когда они с гофином когда они оба не поженились да когда когда барьер ман не нашел синтию вейл а гофин не нашел кэрол кинг и они еще трудились друг с другом и пока и пока и пока и пока и пока еще сочиняли удачные песни которые у барьер мана много хороших но барьер ман поэт поэтому дальше все зависело от уровня композитора и надо сказать женушка ему неплохие тоже мелодии подгоняла а впоследствии не только она но это мы как надо извините извините но отец и другое а что у нас было на сорок оппозиции а на вторую позиции хитвахи такого хит-парада песня авторство дона иди к адресе про которые я говорил в первом эфире про группу монтана с да что то я тогда говорил к распорим немного говорю про дон иди к адресе и в частности упомянул вот эту именно песню что они ее авторы дядя миша не сказал что эта песня на его взгляд является незаслуженно забытой если если второе место в списке самых радио проигрываемых песен 20 века незаслуженно забытая вероятно это комплимент это вероятно просто был плевок в сторону барьер мана дядя миша никак не готов признавать и лавин филинг а ну и что там было-то не тяните короче там же я сейчас скажу но дальше кстати расписку из просто это всякие стады или таби хэйд хэйджоут стисфэкшн и там я тебе чемпионс ты дальше никакой интриги нет я предлагаю послушать эту композицию не в оригинальном исполнении а в исполнении группы нирвана что любимым до исполнения группы нирвана из австралии а ну ладно хорошо в таком варианте я согласен если вы его 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 извинили я дико извиняюсь у меня небольшой сбой но я щас я живу нирвана переехала такие все таки все это ну у нас сожалению сбой в смысле что кирюша внезапно внезапно счастье привалило ему вернули его ноутбук а и мы сорвались со скайпом нет ну в общем то да то есть мы не вместо которые того чтобы все настроить мы не настроили но я думаю что наши добрые слушатели нас простят и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кирюша? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько всего еще надо рассмотреть? Ну так же вся жизнь впереди Итак, значит, мы переходим к моему каверу А, да, я вспомнил, кажется, что у меня будет вторым кавером Вот, вторым кавером будет песня Сложно, вот тут уже сложно Является ли это песней? Большой вопрос Пусть это будет композиция, которую все мы знаем по группе Madness Она является первой на первом альбоме группы Madness И она является первой практически на всех концертах группы Madness Они с нее начинают Как все вы, наверное, догадались Речь идет, значит, о композиции Uno passo avanti Так сложилось, что группа Madness, значит, взяла песню Ну, совершенно никому неизвестную Опять же, вот вопрос песню или композицию Которая была аж на второй стороне сингла Выпущена была на Ямайке То есть никаких шансов не было у этой композиции Каким-то ямайским певцом-принцем Бастером Ничего не знаю больше про принца Бастера Кроме того, что у него был бисайт И этот бисайт назывался One Step Beyond В свое время я решил послушать его И не впечатлился абсолютно И, ну, это такая вот Довольно такой типичный бисайт То есть над ним, может быть, и можно было бы поработать Но его оставили бисайдом А группа Madness его увидела Раскопала и сделала из него, в общем Ну, не так, чтобы прям вот хит Но довольно известную композицию И, после прочего, она в большом количестве Проигрывалась на MTV Где я ее увидел там в молодости И остался навсегда поражен этим зрелищем Вот, но группа Madness обнаружила Там в этой композиции как бы нет Нет практически текста Кроме One Step Beyond В изначальной А Madness еще добавили некий очень короткий речитатив сначала Такую кричалку Не смотрите туда, смотрите сюда Но потом Madness обнаружили, что популярность их выходит далеко за пределы Англии И они перепели эту песню Ну, то есть, как бы, вот эту кричалку Они перевели ее Она не рифмованная никакая И перевели ее для каждой страны, в которую они ездили на гастроли И сейчас мы с вами послушаем итальянскую версию песни One Step Beyond Которое называется «Un passo avanti» Слушай Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Я когда в свое время узнал, что существует Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да, пожалуй Вот он похож на говорящую рыбу Да Мы далеко зайдем Да Так что очень хорошая песня действительно Да, теперь ваш ход Ну вот считать этой песней как хотите А группу Madness Мы к ней еще вернемся Ну не в этой передаче очень хорошо что кирюш я мы не сковаривались проект про композиции совершенно то есть я взялся выбор он для свой то есть никак не друг другу не влияли я вот как то вот здесь такая передача по вам было вот на радио тоже когда не хватает джаза вот я как-то решил что как-то джаза у нас как-то мало-мало джаза и честно говоря даже когда же это будет могут все равно мы его не понимаем но иногда бывают бывают жазовые композиции очень удачная и сравнительно недавно вот два года назад по моему один вот фактически такой джаза стандарт неожиданно стал таким хитом в чем в общем был послать в том будущем мужчина винили и в том конечно там где вне выпускается и более того более того были сделаны там как вот будет миллионы ремиксов самых разных то есть этот самый кавер он длиной от двух до шести минут в чем я вот послушаю к его 2 минуту мне очень нравится потом слушаю кавер на 6 минут он ряда сам дочит но больше потом снова слушаю на 2 карты еще больше такая вот никто такая вот запутно такая история но я решил что все таки вот желающие послушать камер на 6 минут они спокойно могут делать самостоятельно для самостоятельного изучения да я это стоит того это очень интересная на самом деле но в общем то вот давайте попробуем попробуем сейчас мы поставить их общеизвестную композицию я хочу догадываться буду вот вот это на дяди дима там там написано вот я вот я не хочу догадаться там все все вот написано черный написан итальянским языком черно-белом по-черному итальянским языком я закон да такой сегодня сегодня я занимаюсь русским языком видимо да кстати дядя фарит пишет нам пишет шлеттон фарах 86 вот на разном в раскалеваем кого где-то мы мы подозревали скажем так полден когнит у меня тоже есть отдельная история мы думали коде воспоминания и так кавер двухминутный короткий все люди известные и и и и и Продолжение следует... 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 А-а-а. Вот это да. Включаю слово на саксофоне. И это делалось с какой целью? Показать мастерство? В общем, да. Да, ну, я поражен, но это все, как бы, да. Исходная композиция мне, безусловно, нравится. Надо послушать, как это результат. Окей, значит, дальше, видимо, я. Да, видимо, дальше я. Да. Но у меня тоже есть сказать по поводу задержки композиции. Композиция действительно сама по себе, я бы тоже поставил, правда, в другом исполнении, разумеется. Ну, да. А, да. У вас есть что сказать по поводу того, что сейчас поставлю я? Ну, я скажу после этого, ладно. А, да, вот это хорошо, да. А потом вы скажете после. Значит, это, ну, вот у всех людей есть свои guilty pleasures, да. Некоторые люди любят, там, сладкое на ночь. Некоторые люди любят, не знаю, там, сухой херес. Я очень люблю, значит, вот прекрасные мелодии. И особенную слабость я питаю к мелодиям, ну, очень сладкого типа. Вот у меня, как бы, все, я не знаю, там, в душе переворачивается, когда я слышу, ну, я не знаю, там, какой-нибудь No More Lonely Night с Маккартни. Там меня просто, вот. И вот эта песня, которая сейчас прозвучит, она по уровню сладости, она соперничает с лучшими хитами Пола Маккартни. Это песня, которую все знают в исполнении, нет, ну, то есть, вообще не знаю, в каком исполнении, в каком исполнении все ее... Ну, в зависимости от возраста. Если возраст такой, например, как у нас, то, наверное, Джейсона Донована. Да, наверное, Джейсона Донована, но, а те, кто постарше и поискушеннее, в исполнении Брайана Хайланда. В исполнении Брайана Хайланда я эту песню очень люблю, и когда я ее там в свое время, значит, раскопал, я подумал, что вот, а Джейсон Донован-то ни на что не был способен вообще, потому что перепел, перепел песню хуже, чем она была в оригинале у Хайланда. Ну, с другой стороны, он, соответственно, в Иосифе очень хорошо спел. В Иосифе очень хорошо спел. Ну, как же там, в первой опере у Лайбера и Райса. В первой опере, в Иосифе, в первой опере у Лайбера и Райса? Иосифе и его разноцветное одеяние. А, да-да-да-да, Техник Ладвинка. Мне это очень нравится. Вы восполнению, в том числе, может быть, даже, скорее, именно вы восполнение. Джозефон Хизамейзен Техник Ладвинка. Вот, это был тот самый Двейсон Донован, который потом... Да, разумеется. Он именно, что был в касте, он именно в касте и пел. С ума сойти. В фильме, который, значит, потом выпущен был где-то в 2000-х, пел не он. Но в касте и в исходной записи пел он. Вот, так, ладно, мы так далеко зайдем. Значит, речь идет о песне, которая называется Sealed with a Kiss. То есть, припечатано поцелуем или запечатано поцелуем. Sealed with a Kiss – это вот такой нежный, сверхсгущёночный, очень сладкий... Я даже не назвал бы это роком почти ни в каком варианте. Это такой поп, самый попный поп, который только можно придумать. И, да, сейчас, значит, когда ее слышишь в исполнении Джейсона Донована, то там точно может случиться передоза сгущёнки, как у Винни-Пуха. Но я решил поискать другие каверы. Есть очень хороший кавер на песню Sealed with a Kiss у Анеты Фальског. Она, значит, которая из Аббе. У нее есть сольник, и она ее перепевает. И мне этот кавер тоже нравится. Но, во-первых, она известна. Во-вторых, когда я решил поставить его, я случайно наткнулся на кавер, который меня вообще поразил. Вот сейчас, надеюсь, что видео у дяди Димы пойдет. И сейчас мы посмотрим и послушаем Sealed with a Kiss в исполнении корейского вокального дуэта Too Big. Попробуем. Попробуем с видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слова за текстом Сказал Гаспаров великий в свое время Получилось в высшей степени поэтично Получилось очень Мне нравится Особенно в середине Где уже Видно, что людей В определенный момент От этой песни понесло И пошли вариации с цыганочкой Мне очень нравится Такие каверы я люблю И прекрасные Совершенно корейцы Надо будет их еще покупать Вообще, что они еще поют Не могли они только одну Такую хорошую песню сделать Должны были еще что-то Что-то вы хотели сказать Про песню Усил Бадыкис Или уже расхотелось Я хотел сказать Я хотел сказать Что я, конечно, песню помню с детства И когда уже В эрухом парк дисков Неожиданно обнаружил Что Джейсон Донован Исполнил довольно поздно Ну, где-то там В конце 80-х То я как-то не понял Как мог услышать песню раньше Если она была исполнена Там довольно поздно Но оказалось Действительно исполнение Вот очень похоже Просто Очень похоже И мне кажется Что вот Помимо Как раз Вокальных Таких исполнений Были удачные И инструментальные Благодаря А, ну, шедоус 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 Да, да, конечно Ну, шедоус И другие группы И очень хороших раз Зачем такой Вот первый Очень хороший То есть вот Первый Вот несколько тактов Это просто вот Бриллиантово-сокровищница И тонны сгущенки Очень люблю Очень люблю Вот такие Такие просто Со слезливым текстом Такие вот Ориентированные Такие Да, есть же Есть же версия Муслима Магомаева Боже мой Как я мог Пропустить Версия Муслима Магомаева Что интересно Очень близко по тексту Но не близко по музыке Вот так, кстати Очень хорошо Что-то необычно То есть Весь русский перевод Я пытался Да Ладно Глубины Глубины Мы его Как это сказать Ладно Я обязательно Откопаю Вот Если у нас получится Продолженная передача То В какой-то из В какой-то из передач Мы немножко пройдемся По бутлегам Советских артистов То есть По неизданным записям То есть Там На самом деле Масса интересного Ну я согласен Но в общем С советскими Ну ладно Посмотрим Это мы потом За кадром обсудим К советским артистам У меня мало доверия Но Бутлег Магомаева Носил Глубины Кис Я откопаю И послушаю Нельзя пропускать Так Ну ваш ход Дед Димин Мой ход Мой ход Будет Как раз Группа Чикаго Хак опять Ну точнее композиция Группа Чикаго Поскольку Саму группу Чикаго Ну мы решили Сказать Не употреблять Группой Битлз И поэтому Употребили Группу Чикаго Да Ведь в первый раз Мы не сговаривались Об этом никто не знает Это надо проговорить В первый раз Мы не сговаривались И у нас Оказалось Четыре битловских Композиции Просто сразу В первом выпуске И поэтому Сейчас Мы оба Тоже не сговариваясь Решили Что Наверное Можно обойтись Битлов И Ну провести Такой эксперимент Давайте сделаем Хорошую музыку Битлов Вдруг получится Вот И зато Пока держимся Да Пока лидирует Группа Чикаго Оказывается Ну давайте Послушаем Вот Кстати говоря Вот хочу сказать Соответственно Александр Савельев Нас одобряет И Да Да Александр Савельев Нас одобряет И Все 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 Два Человек Слушают Они Все Одобряют Боже Мой Я Отхожу От того Что Смотрят Два Человек И Стает Три Лайка Третий Даш Я Хотел Сказать Мысль Но Я Я Я Забыл Ваш Ваш Ход У Ваш про группу чикаго многие как бы сказать любители группа чикаго критикуют за то что она вот уже не то поскольку группа их чикаго случилось то что достучается с группами она существует долго то вот соответственно приходится слушать что вот а вот 40 лет назад было совсем все не то что сейчас для многих групп существующих два года для греты ван флит все говорят что грета ван флит далеко не та которая была полгода назад вот так что это не обязательно долго жить для того чтобы получить ну так обязательно но не накапливается ну вот есть у нас как сказать вообще я хочу сказать что будет год назад ну вот с небольшим назад я был на одном концерте который вот чисто так по всему был один из худших концептов моей жизни потому что он был очень даже грубо говоря сказать группу которая рассчитывал спать на небольшом стадионе и и рассунули в крохотный клуб совершенно крохотой прекрасно это прекрасно только беда в том что когда вот соответственно звуком из колонок сметается все в чем в зале где можно было вообще без училить и выступать это конечно несколько несколько за употребляет я сделал некую запись и запись официальные официальные записи мне не нравится вообще большой и как бы не любитель официальных записей по моему группу get full dead грандиозными тем что разрешила делать записи неофициальные и этим она краска на для истории официальный запись часто очень скучны примеров этому моря поэтому послушаем неофициальную запись моем исполнении в мои в моем булка пскать исполнение писал дядя дима писал дядя дима то есть я считаю что это лучше чем более скучно официально так ну давайте попробуем что это лучше чем более Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет 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 музыка Да, Брайана Сетцера я видел один раз, он был уже очень пожилой. Все шикарные, все шикарные, или рокер шикарные, не знаю, кто там не шикарный, там всего три человека и все очень хороши. Все хорошо воспитанные мальчики из семей, где любили джаз, значит там у Слима Джима родители джазовые ударные, там пытались его на джаз пропихнуть, у Ли Рокера папа, по-моему, кларнетист джазовый и примерно та же. То есть вот как вообще, как эти люди стали исполнять такую музыку, этот вопрос не дает нам покоя по сей день. Но музыка прекрасная. Да, музыка очень хорошая. Вообще сейчас подумал, что ведь нетрудно записывать концерты, по крайней мере снимать концерты, на ярком солнце Флориды, например, или Калифорнии. А вот в темном зале в Монтрео на камеру 81-го года, конечно, снять нам могут намного сложнее. Да, не знаю, не знаю, что за зал в Монтрео, не знаю, там вообще какой-то клуб такой маленький, похожий на кинотеатр, заштатный. Вот, на этом мы, кажется, заканчиваем наш стрим. Да, мы исчерпали нашу программу. Наш стрим, да, мы вышли уже почти за полтора часа. Всем большое спасибо, все свободны. В следующий раз мы соберемся и что-нибудь тоже. Извините, если мы были не очень хороши, мы надеемся, что качество музыки компенсирует дефекты нашей речи. Да, особенно моей, да. Да, может быть, даже вот я прислушаюсь к совету Кирюши, и заушек нас было проще отличить, а побреюще. По-моему, мало общего, мало общего. Ну, как говорится, наушники, наушники есть, борода есть, там, да, правда, у меня еще у вас есть. Ну, у вас очки есть, очень прекрасно. Мне такой аксессуар не грозит, я надеюсь. И слава богу, да. Так, ну, все, всего хорошего, добро, до свидания.